Борода! Сифон! А я думал ты сдох уже! Всем привет, бабушка, бой и мои рэп-хаберы! Я вернулся из долгого отпуска, где отдыхал с сочными красотками на белоснежной яхте, беря пример зарубежных рэперов. Кстати, а как ты провел лето? Хэштег на море, хэштег на даче, хэштег во дворе или хэштег в лагерях? Рассказывай в комментариях, там с каждым пообщаюсь на эту тему. А сегодня рубрика «Поясни за клип и текст». Сейчас я хочу рассказать вам о смысле клипа, снятого на новый хит от Эйсапа Рокки, который называется «Бабушка-бой». Ставь лайк и мы начинаем! Рэп-хаб. Это как тот хаб, только круче. Давайте мы сначала вспомним, откуда вообще взялся термин «бабушка-бой». Однажды Эйсап Рокки упал с самоката и получил ранение лица и прикрылся платком. Позже он повторил эту фишку и потом пошло-поехало. Эту тенденцию подхватили звезды, такие как Фрэнк Оушен, Кендалл Дженнер и Хлоэ Савинни. Кстати, даже бурановские бабушки приглашают его в свою группу. Мне кажется, он бы отлично вписался. Давайте мы сначала пробежимся по клипу, в котором, кстати, еще приняли участие и Сапферк и Скулбой Кью. Видео вдохновлено комиксом 1930 года, который называется «Дик Трэйси». Сюжет комикса таков. В городе Чикаго всем заправляет банда гангстера по кличке «Биг Бой Каприз», с которым никто не может справиться, но отважный сыщик «Дик Трэйси» бросает вызов группировке. Так что все образы локаций были взяты именно оттуда. А теперь к клипу. Рокки и его друзья выступают в роли грабителей банков и бегут от группы свиных полицейских. Многие задавались вопросом, почему копы изображены в данном образе, а дело в том, что в Штатах принято называть полицейских свиньями. Если кратко пробежаться по истории, то свиньями их стали называть с 1960 года, когда уже начал зарождаться так называемый американский сленг. Это было определенно популяризировано антивоенным движением и протестами 60-х и 70-х годов. По клипу можно понять, что полицейские для банды и Сапа Рокки вообще не сопротивление. Легавы слишком тупы и медленны в принятии решений, могут пялиться на ребят, а затем выстрелить из пистолета приколов. По сюжету банда залетает в банк и забирает деньги у женщины, которая, видимо, часто попадает в ситуации вооруженного ограбления в банках, так как она ведет себя слишком спокойно. Далее они приходят к дому, где живут несколько бабушек, и Сапа Рокки впускает в дом по дресс-коду, так как у него на голове платочек. Далее он прикидывается детективам и дает местоположение банды. Почему детективам? Потому что на столе лежит шляпа, которую носит сам детектив Дик Трейси. Они едут туда, где из так называемых свиней делают свежие сосиски. И теперь мы понимаем, кто такой бабушка Бой после клипа. Основная цель данного образа – изображать богатого плохого парня. Его жизнь в основном связана с оружием, деньгами, дорогими автомобилями, курением и женщинами. А теперь о переводе песни. Я не буду вдаваться в подробности, просто лишь хочу рассказать факты из данного творения. Мы узнали, что и Сап Рокки стал веганом. При певе песни он сравнивает себя с Тони Монтаной, которая знаменит своими шрамами на лице. Если вы заметили, то у Рокки на клипе они тоже есть. И как обычно, он зачитал про ювелирку, про оружие, а также про то, что он любит бренд Прада. А на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, я все правильно вам объяснил. Если где-то что-то упустил, обязательно пишите в комментарии. Вот бы наши рэперы тоже снимали гангстерские клипы с закрученным сюжетом. Кстати, а какой рэп больше нравится тебе – русский или зарубежный? Я, например, больше люблю зарубежный, хотя и среди русского можно найти иголку в стоге сена. А на этом все. Поддержи видео лайком, не забудь про подписку. Увидимся на этой неделе, ведь я готовлю настоящую пушку для вас. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok